Ну что ж, друзья, время пришло. Видеооператоры дают добро. Отлично. Не будем долго начинать. Итак, Алексей, давайте. Здравствуйте, друзья, еще раз. А проходите, я думаю, что между рядами можно в принципе сесть вполне, то есть чтобы не отсюда смотреть, да и потом, наверное, можно уплотнение некоторое произвести. Для начала два вопроса, чисто из любопытства. Поднимите руки те, кто был когда-нибудь в Екатеринбурге или в другом городе на какой-нибудь моей лекции. Выше. Ага, не так много народу. Здорово. Хотя, с другой стороны, в том, что один и тот же тоже есть некий смысл. Но пока у нас идет расширение, 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 да, так что мы клуб расширяем. Так, второй вопрос такой. Поднимите руку, кто заходил в интернете на какую-нибудь из моих лекций, где бы то ни было. Ага, совсем другое дело. Кто подписан на канал Маткульт? Привет. Отлично. В конце я вернусь к этому, еще раз дам ссылку на канал для тех, кто еще не подписан. Значит, я подумал, решил, что избранные сюжеты теории игр превратятся в анализ лотерей и покеров. И это действительно будут избранные сюжеты из теории игр, но весьма конкретного вида. Вот. Тем более, одна из историй имеет отношение к городу Екатеринбургу. Вот. И поэтому мы ее тоже включим. Значит, начнем с такого простенькой, простенькой разминки. Значит, я не предполагаю, что присутствующие знают теорию игр. Те, кто знают теорию игр, на самом деле местами, по крайней мере, будут немножко скучать. Но я не предполагаю, что присутствующие знают. Наоборот, это такое, как бы я постараюсь делать увлекательное введение в теорию игр. Итак, вам предлагается купить билет, купить билет на некоторую лотерею. Лотерея. Лотерея устроена так. С вами играет профессиональный игрок, который зажимает орлом или решкой монетку. Это его собственный выбор, как зажать орлом или решкой. И вы, о, спасибо, синий появится еще. Вот. И вы, соответственно, пытаетесь угадать, как он зажал. Если вы не угадываете, то вы ничего не получаете. Но если вы угадываете орла, то вы получаете 6 тысяч рублей. А если угадываете решку, то 3 тысячи рублей. Вопрос. Сколько должен стоить билет на эту лотерею? Ну, не сколько он стоит у конкретного человека, который вам пытается его паривать, а сколько он должен стоить по-справедливому, по-чесноку. Заходите, можно тут как бы спокойно, без смущения рассаживаться во все места, где есть, где сесть просто на пол спокойно, без проблем. Вот. Ну, стоимость сколько стоит? Это означает следующее, что утверждается, что есть некоторая такая вот цена, да, там, ну, обозначим ее Q, я пока не знаю ее, что если бы лотерея стоила дешевле Q, то вы бы с радостью много раз ее покупали, потом разыгрывали и были бы в плюсе. Если же она будет стоить дороже Q, то вы, наоборот, с радостью будете ее продавать, да, и потом сами будете зажимать орлом или решкой и тоже остаетесь в плюсе. То есть есть некая величина. Это вот, так сказать, это, ну, это некоторое отдельное утверждение, почему такая величина существует. Но сейчас в процессе, как бы, в процессе лекции будет понятно, что она, значит, действительно есть и чему она равна. Ну, первая идея состоит в том, ну, что если вы подбрасываете монету и он подбрасывает, то какая тогда будет цена? Вот, допустим, я подбрасываю монету и зажимаю, как получилось. Он тоже подбрасывает монету и, значит, вот, соответственно, он подбросил, допустим, зажал ее, я подбросил и показываю, и говорю, вот у меня выхвал орел. Хорошо. Тогда каждое из этих событий равновероятно, правда? Получается, по одной четверти все, вот в этих двух случаях я ничего не выигрываю, и в результате я выигрываю 6 тысяч плюс 3 тысячи делить на 4, правильно? Средственность 1 четверть 6 тысяч. Вот, то есть получается цена 9 тысяч делить на 4, 2225 рублей, да? Ой, 2250 рублей. Плохо разделил. Вот. Ну и вот, собственно говоря, на ней написано, да, 2250 рублей. Я утверждаю, что это нечестная цена, неправильная, несправедливая. Почему? Потому что вероятность проигрыша одна вторая. Ну, вероятность это мы все учли. Вот насчет всегда зажимать решку, я бы это разработал. Если один из игроков всегда зажимает решку, то второй ее всегда пытается угадывать, угадывает и получается, что 3 тысячи, да? То есть с этой точки зрения, если смотреть, то она несправедлива, но она слишком низкая. Но я утверждаю, что она слишком высокая. Ну, понятно, что в реальном розыгрыше у вас не будет такого, что кто-то всегда будет зажимать решку или всегда зажимать орел. Понятно, что это неправильная стратегия поведения в такой игре. То есть мы к чему приходим? Что для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо найти, как игра разыгрывается или, иными словами, равновесие. Что такое игра разыгрывается? Что значит разыгрывается игра? Вот в данную секунду, если я просто взял один кон, сыграл, ну, получается, что там как-то выпало у меня там орел или решка, я зажал. А против меня тоже как-то сыграли. Какой-то результат получился. Ясно, что не это есть прогноз. Мы не можем дать прогноз, что кто-то постоянно делает одно и то же действие. Тут явно речь идет о том, что люди все равно меняют свои стратегии от раза к разу. То есть то, что называется смешанная стратегия в теории игр, смешанная стратегия. И равновесие мы как раз будем искать в этих самых смешанных стратегиях. И все остальные примеры сегодня будут именно этого касаться. То есть сейчас будем разбираться с тем, что это такое. И какая смешанная стратегия должна быть признанной равновесной со стороны одного и другого участника. То есть равновесие это как бы то, как люди играют. А то, как люди играют, ответ такой, что они должны как-то менять от раза к разу свою стратегию. Ну давайте попробуем дальше. Какие еще есть идеи? Вот как должна выглядеть стратегия человека? Если он все время орешку показывает, его, понятно, будут, так сказать, каждый раз на 3 тысячи наказывать. Если он все время орла показывает, его каждый раз на 6 тысяч показывают. Если он перепутывает с вероятностью 50 на 50. А что, кстати, делать? Если он подкидывает монету, то есть если он использует стратегию 50 на 50. Вот про него это известно. Что он с вами играет, он вам продал билет. А дальше играет вот так, тупо. Что он просто ее подкидывает. И вы это знаете, он демонстрирует просто это, что он подкидывает монету. Что тогда делаете вы? Орел. Ответ орел. Потому что если вы пытаетесь угадать решку, вы в 50% угадываете решку. И в 50% соответственно получаете 3 тысячи рублей, а в 50% ничего. Но если вы угадываете орел, вы в 50% получаете 6 тысяч рублей, а в 50% ничего. И ясно, что это лучше. Значит, на самом деле, на самом деле это просто неравновесие. Если есть какая-то стратегия вашего поведения, которая дает вам больше выигрыш, чем другая какая-то стратегия. Вот у вас две стратегии. Вы либо пытаетесь угадывать орла, либо пытаетесь угадывать решку. Если в ответ на его действия какая-то из двух стратегий более предпочтительна, уже можно точно сделать вывод, что равновесием эта стратегия являться не может. Потому что воспользуйтесь идеей контр-ответа, ответ на ответ. То есть если он использует такую стратегию, пытается предугадать мои действия. Мои действия тогда всегда орел, но тогда его оптимальные действия решка. Ну тогда и мои оптимальные действия решка. То есть у нас получилось, что мы выдавали оптимум на оптимум, и уже второй контр-ответ, вот это он, это я, это он. Вот этот он уже совсем не такой, потому что я в ответ на это говорю орел, и значит он в ответ на это говорит решка. Но если он говорит в ответ на ответ не то, что он делает исходно, то это неравновесие. То есть в равновесии в ответе на ответ должно быть ровно то же самое, что было исходно, или по крайней мере то, что было исходно, не должно противоречить ответу на ответ. Так, понятен ли намек? Что же мы тогда ищем в равновесии? В чем состоит идея равновесия в этом случае? То есть какая-то доля выпадения орлов, какая-то доля выпадения решек, которая бы… Воспроизводилась. Да, воспроизводилась бы при вот этом цикле ответа. Да. Игры приема. Вот, вот, это правильно. И это еще более правильно в том смысле, что если что-то будет воспроизводиться, ясно, что не будет воспроизводиться доля 100 или 0, потому что сразу будет запущен механизм я орел, он решка, он решка, я решка, я решка, он орел, он орел, я орел, да? То есть тут же воспроизводится цикл, не, так сказать, такой вот цикл, в котором нет совпадений. То есть ясно, что на входе не может быть чистых. Но чтобы была доля, да, чтобы была доля какая-то вот здесь, с какой-то вероятностью альфа он делает орла, а с вероятностью 1 минус альфа он делает решку, чтобы эта доля воспроизводилась, нужно, чтобы вот здесь тоже был ответ в виде доли, потому что если ответ на это, вот если ответ на вот это будет однозначным, если будет в ответ на такую смесь, лучше делать всегда орла, например, то мы опять запустим этот порочный механизм орел, орел, решка, решка, орел, орел, решка, решка. Значит, единственный вариант, что мы его не запустим, состоит в том, что человеку должно быть совершенно все равно в ответ на вот это альфа показывать орла или решку. И в этом случае он готов не всегда одно и то же показывать, да, если нам все равно, то мы готовы действовать по-разному, исходя из совершенно случайных сигналов. То есть, ну, нам вот продиктовали, ты будешь там в 80% случаев делать одно, в 20% случаев ты будешь делать другое. Нам это продиктовали, да, мы говорим, а это нам вообще имеет смысл? Вообще нам лучше делать всегда вот это, да, и тогда все разрушается. Но если нам все равно, мы говорим, ну да, нам все равно, в данном случае неважно, орел или решка я показываю, выигрыш в среднем одинаковый, а ваши вероятности почему именно такие? А вам отвечают, а потому что если вы так будете себя вести, то в ответ на ваши действия остальным контрагентам тоже будет все равно, и мы им тоже продиктуем вероятности. Понятная идея, да? То есть идея смешанного равновесия, она на самом деле вполне такая как бы, ну, она в принципе довольно естественная, что нужно, чтобы в ответ на смесь каждому из нас было все равно, какую чистую стратегию использовать. Ну и отсюда уже до ответа две минуты. При какой стратегии зажатия орла и решки мне все равно, что пытаться угадывать? Одна треть и две трети, конечно. То есть должно быть, чтобы вот это одна треть, а это две трети, потому что тогда получается, что называя орла, я угадываю шесть тысяч, но в одном из трех случаев, а называя решку, я получаю три тысячи, но в двух из трех случаев. Три тысячи в двух случаях из трех и шесть тысяч в одном случае из трех. Это одно и то же. Я говорю, хорошо, в среднем мне все равно, какие вы от меня хотите вероятности. Ответ. Такие, при которых ему все равно зажимать орла или решку. Это какие? Опять те же самые, да? Опять здесь одна треть, а здесь две трети, потому что он же проигрывает то же самое, что я выигрываю, и игра с нулевой суммой. Тут все то же самое будет. То есть если он вот так действует, то мне совершенно все равно, как угадывать. То есть если мы действуем вот по этой схеме, если хоть кто-то из нас нарушает эту схему, то есть в одном из двух случаев числа другие, то ответной реакцией служит какая-то чистая стратегия. Либо всегда орел, либо всегда решка. И нам тут же разрушается равновесие. И единственный вариант не разрушить равновесие, это написать вот такие веса и постулировать, что мы решили полностью эту игру. Мы их нашли. Мы нашли веса. Именно так будет происходить игра от кона к кону, чтобы она происходила одинаково много времени подряд. Это есть равновесие в смешанных стратегиях. И оно дает именно одну треть, две трети. И здесь одну треть, две трети. Но тогда все придется пересчитать. Тогда с какой вероятностью вот эта клетка происходит вместо одной четвертой? Одна девятая. А эта клетка? Две девятых. И это? И это? Четыре девятых. Да. Ну это на самом деле некий постулат о том, что механизм, который дает… Ну вот кубик, грубо говоря, каждый бросает кубик, да? И если один-два выпадает, то играет орел. Если три-четыре-пять-шесть, играет решку. Вот предположение о том, что два кубика выдают независимое число на выходе, это такой постулат теории вероятности. Это не то, что доказывается, это то, что постулируется. Вот. Ну и вот если мы это спостулируем, что два кубика дают независимый результат, тогда будет произведение вероятности каждый раз. И тогда будут вот такие значения. Тогда получается уже совсем другая формула. Одна девятая от шесть тысяч плюс четыре девятых от трех тысяч. Вот истинное значение в среднем выигрыша в эту лотерею. И плюс две девятых, плюс две девятых еще на ноль. То есть четыре девятых на ноль. Ну получается шесть девятых от трех тысяч, да? Вот. То есть две тысячи, да, получается? Две трети от трех тысяч. Две тысячи рублей. То есть верная цена две тысячи рублей. Не две тысячи двести пятьдесят рублей. Она ниже. Она ниже на двести пятьдесят рублей. Но согласитесь, что не сведущего человека он разведет как лоха тут же. Скажет, все же бросают монету. Какие проблемы? И вот все, все готово. Так, ну что, вот это введение. И, собственно, я буду про… Вот у меня будет несколько сегодня сюжетов похожего толка. Так, следующий, следующий сюжет связан с курсом повышения квалификации преподавателей экономики Уральского государственного университета в 2001 году. Вот. То, что я обещал вам, что будет некая отсылка к Екатеринбургу. Но начался он не в 2001 году, а в 2000. Годом раньше, когда я, будучи молодым научным сотрудником Центрального экономико-математического института в Москве, возвращался из большой… Ну, поход… Пешеводный поход на таймыр был у нас. На целый месяц 5 этапов пешки и 5 этапов водной и 550 километров общей длины, 100 километров пешком и 450 по воде. В общем, мы это решили назвать экспедицией, когда закончилось все, а не походом, чтобы более серьезно звучало. Хотя в экспедиции какие-то цели ставятся, а у нас никакой цели, кроме как пропасть на месяц от человечества, не было. Вот. Ну и вот мы возвращаемся. Возвращались еще около 15 дней. Все вместе это заняло почти 2 месяца. 49 дней, если быть точным. И мы возвращались по Енисею на корабле и потом по Трансибу на перекладных. И 2000 год — это год амнистии заключенных. Помните, что было в 2000 году? Первый раз был выбран нынешний президент. И он сделал амнистию заключенных по очень большому ряду статей. И со всех концов России, с дальних концов России, во всех поездах, во всех пласткартных вагонах возвращались центральные регионы, отпущенные домой заключенные. И вот я перемещался на одном из сегментов около 10 часов езды от Ачинска до Новосибирска. И ехал со мной, когда мы сели в вагон, там был полный балаган, там 20 зэков ехало на пласткартный вагон. И вот один из зэков как-то был немножко отстранен от остальных. Он ехал на нижней полке боковой, а нам достались только верхние боковые. И не было вообще никаких билетов ни на что. Ну и вышло так, что я вот над ним ехал, и в какой-то момент я спрыгнул. Он говорит, парень, как тебя зовут? Давай поболтаем. Что там на воле сейчас происходит вообще? Какая жизнь? Вот, ну что-то сели, стали, разговорились. А какой-то момент он говорит, а ты чем по жизни занимаешься вообще? Чем? Я говорю, я младший сотрудник, вот занимаюсь математической экономикой, конкретно теорией игр. Он говорит, о, теорией игр! Классно! Говорит, давай сыграем. У нас есть на зоне, у нас на зоне отличная игра есть. Называется тюремный покер. Вот, сейчас я вам поведаю, что это за тюремный покер. Вдруг кому пригодится в будущем? Или мне самому, я уж не знаю. Вот, значит, игра такая. На зоне играет на куски сахара. Значит, очень похоже на предыдущую. Я специально предыдущую рассказал, чтобы у вас сразу уже, ну, как бы, чтобы вы сразу почувствовали подвох. Значит, ну, я-то занимался теорией игр, я тоже сразу же почувствовал подвох. Вот, но вот введение предыдущей задачи было, чтобы вы тоже сразу его почувствовали. Значит, и так. Все очень просто. Камень, ножницы, бумага, вы знаете. Значит, в этой игре вместо камень, ножницы и бумага выкидываются только две комбинации. Нужно выкинуть один палец или два. То есть, ну, вот, чин, ган, ши, да, там, или как современный, цу, е, фа. Дальше одновременно выкидывают два зека сколько-то пальцев. Ну, и получается четыре возможные комбинации, да. Вот в этом случае два куска сахара выигрывает один человек. Он говорит, вот ты будешь, если мы покажем по одному пальцу, то ты выиграешь два куска сахара. Если мы покажем по два пальца, то ты выиграешь четыре куска сахара. А если мы покажем разное число пальцев, то есть в сумме будет три, то вот эти три куска сахара выигрываю я. То есть предельно просто. Ставка — это количество показанных пальцев в сумме. Если оно четное, то есть 2 или 4, то выигрывает один человек. Если оно нечетное, то есть 3, 3 и 3, ну понятно, 2, 1, 1, 2, то выигрывает другой. Ну, говорит, вот все по чесноку, как там ваша теория вероятности, говорит. Все по нулям в среднем. Ну, в самом деле, да, что там? По той же логике одна четверть, одна четверть, одна четверть, одна четверть. Суммируем 0. Ну, я, понятно, тут же почувствовал подвох. И говорю, давай сейчас сыграем, только сейчас, да, я сейчас сбегаю там, в одно место сбегаю. Взял бумажку, ну у меня как бы была ручка, бумажка рядом. Короче, я сбегал как бы в одно место. Через 5 минут я пришел. И говорю, да, играем, но ты будешь выигрывать 2 и 4, а я буду выигрывать 3. Он говорит, а что это вдруг? Почему? А почему так? А зачем? Какая тебе разница? Это же все по чесноку, все в среднем-то 0. Нет, говорю, в среднем не 0. А почему в среднем не 0? Ну, ты подбрасываешь монету, как получается, так получается. 50 на 50, 50 на 50. Нет, говорю, все не так. Один палец ты будешь показывать чаще, чем 2. Вот. И тут он говорит, и что, из науки это следует? Я говорю, не только следует, я говорю, не только следует, я сейчас тебе даже скажу, с какой частотой. Нужно показывать, нужно показывать один палец, а с какой 2. И вот когда он это увидел, с ним случился чуть не инфаркт. Или как говорит Андрей Михайлович Ройгородский, которого вы, наверное, знаете многие, катарсис случился с ним. Вот. То есть он говорит, и эта математика просчитывает точное значение. Ай, говорит, как жаль, что я уже, я бы сейчас их всех там. А на зоне старожилы отлично знали, что палец один надо показывать чаще. Но никто не знал, насколько. Они знали, что надо чуть-чуть чаще показывать один палец, и начинали разводить всех новопришедших. Новопришедшие очень медленно начинали проигрывать. Очень медленно заметить это можно только через 50-60 там партий, но не раньше никак. И поэтому, так сказать, в общем, многие просто считали, что им не везет в эту игру. А мне что-то в этот тюремный покер не везет, говорили они. Но старожилы всегда играли на стороне вот этой вот. И они постепенно выигрывали. Ну давайте честно посчитаем все как надо. Мы же теоретические игровики, мы можем найти цену этой игры. То есть понять равновесие и посчитать все в нем. То есть первый этап — найти равновесие. Но, наверное, после того, как мы разобрались с простейшей лотереей, нам несложно будет воспроизвести ту же самую технику. Какое здесь может быть равновесие? Понятно, что чистых стратегий здесь быть не может. Вот если один человек все время показывает один палец, то второй его будет обыгрывать систематически, показывая, соответственно, если ему нужно два, выигрывать один палец. Если ему нужно три, выигрывать показывать два палец. То есть как бы здесь нет никаких чистых стратегий. Тут ясно, что разыгрываются какие-то х и один минус х. Ну а теперь вопрос. В чем состоит условие? Вот х — это частота одного пальца, один минус х — это частота второго. Как написать условие на х содержательно? Как его проговорить? Пока без… мы сейчас не будем… сейчас формулу через две минуты мы напишем, но вот пока. Как должно это условие выглядеть? Это должно быть такое х, что… Ну это мы… сейчас это мы поймем во сколько раз, но правильные слова кто-то сказал без разницы. Должно быть без разницы. То есть в ответ на эту частоту показывания одного пальца, в ответ на эту частоту, человеку должно быть все равно показывать один палец или два. И вот это-то и будет равновесием. Ну и в обратную сторону будет то же самое. Здесь действительно довольно много симметрии, поэтому это х будет то же самое, что это х. Ну давайте посмотрим. Если я показываю один палец, то… ну если так вышло, что я показал один палец, то какой мой выигрыш? Ну вот я это… он мне продиктовал играть за вот эту партию. Будем из этого исходить. Я играю за эту партию. Значит, я выигрываю два с вероятностью х, правильно? Потому что с вероятностью х он тоже покажет один палец. Но с вероятностью 1 минус х я проиграю 3 куска сахара. Вот формула. То есть если я показываю один палец, то тогда ответ вот – ожидаемый выигрыш в сахаре, в кустах сахара. А если я показываю два пальца, то каков ожидаемый выигрыш, который я и должен приравнять к этому, чтобы мне было все равно, как себя вести? Минус 3х. Вот и все, вот и вся недолга. Вот это можно, в принципе, в пятом классе рассказывать, когда иксы начинаются и линейные уравнения. Можно тюремный покер сразу. Вот. Но это можно решить. 7 на 1 минус х, это я все убрал сюда, равно 5х. Это я вот это туда убрал, это сюда, да? Или, соответственно, получается, что 12х равно 7. Итого х равно 7 двенадцатых. А 1 минус х равно 5 двенадцатых. Заметьте, это довольно сложно. Кто знаком с методами статистики, может попробовать решить такую задачу. Сколько раз надо бросить, сколько раз надо разыграть лотерею с вот такими весами, чтобы на выходе с 95% уверенностью быть уверенным, что это вот такая лотерея, а не пополам. Такая чисто статистическая проблема, да? То есть сколько раз надо это сделать, чтобы потом можно было это вот отделить, да? То есть в 95% случаев, да? Мы можем сказать. Это такая отдельная, довольно сложная, нужно даже придумать дизайн, да? Этой задачи. Это не очень простая задача, да? Ну, в общем, суть в том, что если ее правильно сформулировать, порядок 100 будет. То есть очень много раз на самом деле. Очень. Поначалу будет какая-то билиберда с плюсиками и минусиками, да? Какая-то последовательность, которая чуть больше этих, чем тех, но может быть она случайно была. Вот. Так что заместить это довольно сложно. Но теперь мы можем легко высчитать результат, а именно подставить х, равный 7 двенадцатых в это выражение. Дважды 7 двенадцатых, да? Минус трижды сколько? 5 двенадцатых. Но что это? Минус 1 двенадцатая. Итак, в тюремном покере человек, играющий вот за этих, в среднем на кону выигрывает 1 двенадцатую куска сахара. Что чрезвычайно сложно заметить, но если вы играете с огромным количеством народа, то вы, конечно, в конце концов будете выигрывать довольно сильно. И здесь скошено очень вероятности, то есть вот эта вероятность 49, 144, а эта 25, 144, она практически вдвое меньше. Вот по розыгрышам, если люди играют поправильно, но дело в том, что мы по розыгрышам ничего не увидим, потому что тот, кого разводят, будет играть пополам. Вот. То есть мы бы могли, если бы два профессионала играли, мы бы гораздо быстрее, чем через 100 шагов, поняли бы, что они не играют поровну. То, что здесь было бы не в два раза расхождение. Пополам. Но когда один профессионал, а другой как бы играет поровну, то тут вот придется очень долго ждать, пока это будет понято. Так, а при чем тут Екатеринбург? А вот при чем. Значит, после этого через год у нас был здесь курс повышения квалификации для преподавателей экономики. эконом-фака, ну, правда, не в УПИ, а вот там, на Ленина 51. Тогда это было два разных института. И, значит, когда эта задача, которая мне очень понравилась, я этого зэка очень благодарил за то, что он мне подкинул суперсюжет. Я ее рассказал здесь через год. И там, значит, ну, как бы такой портрет преподавателя экономики. Это женщина средних лет, у которой муж работает на серьезной какой-то зарплате. Ей не нужно зарабатывать, она как бы просто, ну, уже взрослые дети, она там просто для души работает. Вот. И вот, значит, одна из таких тетушек подходит и говорит, Алексей Владимирович, вчера произошла монетизация вашего результата. Я говорю, ну, во-первых, не моего, а вот тюремного, да. А в чем стоит все-таки монетизация? Говорит, ну, смотрите, мой муж, директор фирмы, играл со своими сотрудниками на доллары 2, 4, 3, 3. И за вечер выиграл 20 долларов, что в 2001 году было не очень мало. Вот. Так что вот такая история была здесь. Так. Ну что, давайте еще какие-нибудь веселые покеры рассмотрим каждый раз, обращаясь к вопросу. Вот как бы, что предсказать что-то, предсказать что-то в игре можно только после того, как вы точно посчитали вероятности соответствующего равновесия, то есть использования стратегии в равновесии. А вот это не очень простой всегда вопрос. И поэтому даже самые какие-то такие тривиально выглядящие игры превращаются в что-то довольно сложное. Ну вот я сейчас приведу два примера. Два примера. Последовательно. Значит, так, каким-то из них я писал, вот какой-то плохо стирается. Вот этот или… Сейчас я найду его и отложу. Нет. Вот этот, наверное. Непонятно. Какой из них плохо стирается? Какой-то плохо стирается, но так и не выяснил на какой. Ну ладно. Оставим эти два. Следующая игра называется казино. Игорные зоны запрещены в большинстве городов России. Но математика игорных игр пока не запрещена. Итак, двое заходят в казино, а и там предлагается следующая игра. Все для нее готово. Значит, каждый кладет тысячу рублей на кон. Дальше в руках у каждого датчик случайных чисел, равномерный от нуля до единицы. Ну, это идеальная абстракция, конечно, там можно было бы решать дискретный аналог этой задачи, когда у нас, например, 100 значений, оно какое-то из них случайно выпадает. Рулетка закручивается. Ну, можно считать, что такая вот рулетка просто закручивается, и точное положение стрелы важно. Вот. Дальше происходит следующее. Каждый наблюдает, что ему выпало, но он не видит, что выпало у соседа. То есть вот это я вижу, это не вижу. Но если это рулетка, то я как бы считаю, что любые вот эти вот возможности равновероятны. То есть с моей точки зрения число соседа изначально априори распределено между ним и единицей равномерным образом. Если там меняется распределение какие-то, то совершенно по-другому будет выглядеть ответ задачи. Так, значит, дальше происходит следующее. Я либо докладываю еще 5000 рублей, и каждый из нас решает этот вопрос. Либо сдаюсь. Значит, если я сдался, вот если я сдался, внимание, вот эту 1000 рублей я уже потерял. Сдался, отсюда потерял. Но вопрос, в чью пользу я его потерял. Если мой соперник не сдался, то в его пользу, в его пользу. А если оба сдались? В пользу казино. То есть казино зарабатывает 2000 каждый раз, когда оба человека сдались. Ну, то есть им выпали такие числа, что они приняли решение сдаться. И тогда ни один из них не получил деньги, и эти 2000 идут в казино. Ну и вопрос, как всегда, да? Сколько в среднем зарабатывать на этом казино? Казино в среднем на кон казино с этого имеет. Ну, как и в двух предыдущих играх, нам, понятно, нужно считать равновесие. Для этого надо понять, что такое равновесие. А я еще не досказал до конца, что происходит, если оба довожили, но, наверное, понятно, да? Открываются эти числа, и у кого больше, тот выиграл. То есть, если оба не сдались, если оба доложили 5000, то весь куч забирает тот, у кого выше это число. В данном случае вот этот. Ну, вероятно, что они в точности совпали, и она равна нулю, как в теории меры, да? Точка напрямую имеет меру 0, поэтому мы его не берем в расчет. Во всех остальных случаях выбрал кто-то один, выиграл кто-то один, выиграл все эти 6000 рублей. Ну что, что нам надо понять? На этот раз немножко даже более сложно, чем в предыдущем. Нам нужно понять нашу стратегию поведения. Вот, скажем, мне выпало число 0,2. Что мне делать с ним, сдаваться или нет? Похоже, да, что надо сдаваться. Потому что, думаем мы, ну, скорее всего, ему выпало больше, да? Скорее всего, ему выпало больше. Но мы же исходим из того, что если ему выпало больше, значит, он доложил и выиграл. Но это же не совсем так, да? Он же тоже рассуждает, вот какое число выпало ему, да? То есть, мы не можем понять, как вести себя нам, не осознав, как ведет себя наш контрагент. Это вот типичная для игры ситуация. В теории игр всегда так. То есть, всегда наши ходы зависят от того, что делает другой. Если я знаю, что там сидит очень глупый человек, который вообще всегда докладывает 5000 рублей, у меня будет одна стратегия поведения в ответ на него. Если там сидит какой-то очень глупый человек, который вообще никогда не докладывает 5000 рублей, он просто пришел проиграть 1000 рублей казино, или если там сидит подставная утка от казино, да? Вот. То, соответственно, тоже наша стратегия будет меняться. И в данном случае мы хотим дерзнуть, найти такую стратегию, что она равновесна в ответ на себя. То есть, я не должен предполагать, что напротив меня сидит кто-то умный или кто-то глупый. Я должен предполагать, что напротив меня сидит такой же человек, как я, который тоже прикидывает шансы и думает. И тогда, если я угадал вот как бы стратегию поведения, что значит угадать стратегию поведения? Это значит так, я говорю, ага, наверное, так я буду вот… Ну, во-первых, как выглядит стратегия поведения? Ну, довольно ясно, что достаточно искать равновесие среди пороговых. Хотя, между прочим, вот не доказать, что других нет, не даже утверждать я в данный момент не решаюсь. Возможно, что есть какие-то очень странные стратегии поведения. При 0.3 я не сдаюсь, а при 0.4 я сдаюсь. Но давайте мы будем ограничиваться разумом. Разум нам говорит, что есть некий порог, до которого я сдаюсь, а выше которого я докладываю 5 тысяч. Значит, сдаюсь означает проиграл тысячу. То есть вот здесь минус тысяча, и это однозначно. Неважно, кому я сдался, казино или ему. Если я сдался, я уже сдался. Это значит, что я проиграл тысячу рублей, которые вначале поставил. Вот здесь вариантов уже два. Первый вариант, он тоже доложил 5 тысяч, тогда мы открываем наши числа. Ну, как расклады в покере, да? Флэш-рояль. А у меня покер. Господин оформитель, кто смотрел фильм. Очень рекомендую там такая ситуация. Покажите ваше вшивое каре. Смотрел кто-нибудь? Вот посмотрите, господин оформитель, это очень круто. Советский триллер. Фильм. Вот. Либо он сдался, тогда я сразу выиграл у него тысячу рублей, и все. Но вопрос, а как мне понять, вот где он здесь сдается, а где он здесь не сдается? А может он где-то здесь тоже. Но здесь мне не важно, потому что здесь я просто теряю тысячу рублей, если я сдался. Вот как мне понять, где он здесь сдается, где он здесь не сдается? Ну смотрите, если я предполагаю, что я ищу стратегию, и он пользуется той же самой стратегией, если это так, то он ровно там же. То есть вот здесь везде он не сдается. Потому что он использует ту же пороговую стратегию, у него должен быть тот же порог. Вот в двух пороговых там может быть какие-то разные расклады, там можно считать. Но если я предполагаю, что у нас одинаковые пороги, то тогда ясно, что вот если мне выпал ровно порог, если мне выпал ровно порог, то добавляя пять тысяч, я уповаю только на ситуацию, что он сдался, что у него число ниже. Потому что он сдается ровно в том же диапазоне, отсюда и досюда. А если у него число выше, то он доложил пять тысяч, и тогда заведомо оказался выше меня. Все вот эти значения, они выше. То есть если как бы апостериорно считать вероятность, то если я доложил пять тысяч, и он доложил пять тысяч, я стопроцентно проиграл. То есть смотрите, какая ситуация. Вот пороговое значение. До этого мне выгоднее сдаваться, после этого мне выгоднее не сдаваться. Понятно, что это означает, что в пороговом, вот здесь, мне все равно сдаваться или нет. Принцип непрерывности. Здесь везде строго выгоднее не сдаваться, здесь везде строго выгоднее не сдаваться. Ну, точка, как она, теорема о промежуточном значении, да, тут все выражения будут линейные. В общем, понятно, что здесь все непрерывно. Да, то есть в случае, если у меня выпал этот самый неизвестный мне порог Z, я его не знаю, я хочу его посчитать. Но если он мне выпал, я должен исходить из следующего. Ага, так, мне попал порог. Если у него выше порога он ставит пять тысяч, я проигрываю точно. Если у него ниже порога, он сдается, и я получаю тысячу рублей. Мне надо взвесить, что мне лучше сделать, сдаться или не сдаться для порога. И мне должно быть все равно, сдаваться или не сдаваться. Напишем уравнение. Итак, сдался, равно минус тысяча. Верно? А не сдался, положил пять тысяч. Тогда вот в этом диапазоне я проиграл сколько? Шесть. А в этом диапазоне? Нет, выиграл тысячу. Это же его диапазон. Вот у меня порог уже выпал. Теперь я смотрю, что у него произошло. У него вот в этом диапазоне он доложил пять тысяч, и тогда точно меня победил, потому что это все выше, чем порог. А в этом диапазоне он сдался, и я получил его тысячу. То есть тут я проиграл шесть, тут я выиграл тысячу. Теперь вопрос. Какова вероятность того, что ситуация находится от нуля до сюда? Z. Это же тот самый искомый порог. Так, вероятность того, что случайная величина ниже, чем 0,7 в равномерном распределении на отрезке 0,1 равна 0,7. Такая очевидная тавтологическая истина, да? Вероятность того, что она ниже Z, равна Z. Поэтому с вероятностью Z я получаю тысячу. А с вероятностью 1 минус Z я проигрываю 6 тысяч. И если мне все равно, если это настоящий порог, то результат должен быть равен минус тысяче. Мне все равно сразу скинуть тысячу. Или рискнуть, тогда я либо выиграю тысячу, либо проиграю 6 тысяч. И должны быть такие. Вот этот шанс должен быть столь велик или мал, там, неважно, как его назовешь. Чтобы лотерея с этим шансом и противоположным, вот из этих двух чисел давала ровно тысячу рублей. Но это опять линейное уравнение. И очень легко посчитать, решить. Что получается у нас? Ну-ка. Сокращаем на тысячу. Зачем нам тысячу за собой таскать, да? Минус 1 равно минус 1 минус Z. Извините, минус 6, да? Минус 6 на 1 минус Z плюс Z. То есть минус 6 плюс 7Z. Итого получается уравнение 7Z равно 5. Единственное у него решение Z равно 5 седьмых. Иными словами, в таком покере, ну, вот как я хочу призвать всех, чтобы вы увидели, что изначально это было совершенно неочевидно. Кто долго играл в покер, может, он это и понимал. Но так вот как бы без интуиции покера понять, что нужно сдаваться в 5 седьмых случаях, как только порог ниже 5 седьмых нужно уже сдаваться, да? А выше можно докладывать 5 тысяч. Ну вот без численных вычислений я не очень понимаю, как это понять. Но так или иначе мы решили. Мы нашли порог. В этом покере при 5 седьмых и выше человек докладывает 5 тысяч. А при ниже, чем 5 седьмых, он проигрывает свою тысячу. Ну и остался вопрос, сколько в среднем на кону выигрывает казино? Да. 5 седьмых в квадрате – это вероятность того, что у обоих вот здесь. А в этом случае никто не доложил, и казино забрало 2 тысячи. Значит, 5 седьмых в квадрате – от 2 тысяч рублей. Ну, 5 седьмых в квадрате – это 25,49. Больше 1,2, не сильно. Казино имеет чуть больше тысячи на каждом кон. То есть, грубо говоря, тысяча рублей за кон. Даже больше. А можно вопрос? Да. Получается, порог зависит от того, какая ставка, если не 5 тысяч, а другая? Еще как зависит, да. Если бы казино потребовало, чтобы докладывали сразу 10 тысяч рублей, то в этом уравнении здесь надо написать вместо 6,11. Ну, давайте посмотрим, что у нас будет. Минус 1 равно минус 11 плюс 12 z. Отсюда z равно 10 двенадцатых, то есть 5 шестых. То есть, если бы докладывали… То еще чаще выигрывало бы казино. То есть, казино будет стараться вот эту вот величину нарастить. Что давай уже, ба-банк, что там, тысяча, как это 5 тысяч? Давай сразу 10 будешь докладывать, да. Прикинь, ты выиграешь 10 тысяч. Как круто будет, если ты выиграешь 10 тысяч, да. А на самом деле просто все сдаются чаще, и казино получает свои 2 тысячи. Но это только одна из историй, как цели, которые предлагают. Это отдельная история теории игр, да. Изучает, как можно понять цель человека, потому что он произносит слух. Это, кстати, отличная игра. Вот вы открываете новости Mail.ru и смотрите, что там написано. Там есть хедлайнер и потом еще несколько новостей. И с вас требуется понять, какие истинные цели были у тех, кто публиковал новости. Но каждая новость — это просто некоторые заплаченные деньги за то, чтобы этот баннер поместить. И все, больше ничего. Но в некоторых случаях это аукцион, особенно когда с рекламой это связано. Но иногда это не аукцион, иногда это просто там как бы вот какую-то новость продвигают. Вот вопрос, нужно понять, какие цели были. То есть вот что-то сказано, вопрос, какие были цели. Это не всегда очевидно, это такая хитрая штука. Тут не только теория игр. Тут нужно изучать окружающую реальность на сегодня, какие там законы кто принимает, где предлагает думе. Нужно знать некоторую часть информации для того, чтобы эту задачу решать. Но в данном случае, да, если вы слышите, что казино предлагает, да, сразу идти в Абанк, ставить 10 тысяч, то это происходит ровно по этим причинам. Потому что порог вырастает. Больше денег остается в казино. Еще вопросы? Если бы 2 тысячи докладывали, то было бы гораздо меньше порога. Можно вопрос. Не до конца понятно, почему. Что мы вернемся, если это в случае, да, с минусом. Потому что ситуация следующая. Мы выясняем, как себя вести, ну вот, в зависимости от того, какое выпало число. Мы делаем предположение, что поведение монотонно в некотором смысле. То есть до какого-то порога я сбрасываю карты и говорю пас. А после какого-то порога, наоборот, я докладываю, еще повышая ставки. Я хочу найти порог в этом цели. Цель, значит, определить, чему равно это z. Но вот если мне вот здесь невыгодно докладывать, а здесь выгодно, то понятно, что единственный вариант для порога, что при пороге неважно. Иначе по непрерывности, если вот здесь было бы выгодно докладывать, то и чуть выше тоже было бы выгодно докладывать из-за непрерывности всех функций, которые мы пишем. То же самое, если было бы выгодно не докладывать, чуть ниже было бы невыгодно. То есть вот этот порог, это еще один способ объяснить, что такое теорема о промежуточном значении из матанализа. Это вот в таких задачах теории игр, это хорошо понятно. То есть это когда человеку все равно, как себя вести, у него должны быть одинаковые выигрыши от его стратегии, которые он рассматривает и сравнивает. В данном случае стратегий всего две. Он их сравнивает, ему должно быть все равно, какую использовать. Значит, некоторые выигрыши должны быть одинаковые. Какой выигрыш, если он сбросил карты? Минус тысяча. Потому что он ее в любом случае проигрывает. Что казино, что второму, уже не важно. Значит, то, что он имеет, если он рискнет поднять, должно быть в среднем равно этой минус тысячи. Вот и все. Получается уравнение, мы его решаем. Да? Вот еще вопрос получается, чем больше мы докладываем, тем меньше порога. Тем выше. Тем меньше порога. Ну, меньше в каком смысле? Наоборот, выше. То есть вот здесь было 5 седьмых, а будет 5 шестых. То есть чем больше мы докладываем, тем он выше получится. Да, да, да. То есть чем больше, вот вы сейчас положили по тысяче, да? Да? Чем больше этот огромный вот гэп, да, чем он выше, вот что следующая ставка, уже только 10 тысяч, тогда и порог будет выше. Если следующая ставка 100 тысяч, он будет совсем высокий. Если ставка следующая 2 тысяч, он будет небольшой. Это совсем маленькая ставка, то есть порог маленький. Да, тогда казино ничего не получает. То есть для казино строго выгодно, чтобы разница этого порога, чтобы разница этих вот двух тысяч рублей. Следующее докладывание было большой. Да? Да, но так как мы на пороге, вот здесь, и если он использует, вот здесь очень важное предположение о том, что он использует ту же самую стратегию, что и мы, если бы у него по каким-то причинам был другой порог, то мы бы должны были, как это, вот то, что человек ведет себя не по равновесию, не его, а наши проблемы, если мы с ним играем. Очень важный момент, да? То есть если против нас сидит человек, играющий нерационально, исходящий из каких-то своих предубеждений, да, исходящий из совершенно иррациональной логики. Я помню такая, такая была там какая-то драка большая вокруг того, что вот человек говорил, что надо ввести этот закон, потому что инвесторам будет очень хорошо и выгодно вкладывать туда, но почему-то они все равно, заразы такие, не вкладывают туда. И вот здесь как бы было заложено, да, но если они не будут вкладывать, то закон принимать на самом деле не надо. То есть если мы верим, что они все равно не будут вкладывать, то закон только помешает. И вот человек лоббирует, говорит, мы примем закон, вот будет прекрасное условие для инвесторов, они будут вкладывать. Но если есть какие-то причины, иррациональные абсолютно, по которым люди это не делают, то это наша проблема становится, да, не их, а наша, что они это не делают. И в данном случае, если у него другой порог, это наша проблема, нам придется пересчитывать наш порог. Но если мы предполагаем, что оба человека играют строго по-рациональному и ищет равновесие, то в равновесии в симметричном, по крайней мере, здесь же правила игры не предусматривают какую-то асимметрию, в симметричном равновесии порог должен быть один и тот же, а тогда, если он доложил 5000, значит он уже где-то здесь, и когда мы откроем карты, он автоматом выиграет, потому что у меня-то ровно порог, а у него выше. То есть я ее рассмотрел, просто во всех этих случаях он выиграл. Да. Не совсем, это равновесная стратегия. Она оптимальна в ответ на себя. Вот точное определение. Наш контрагент играет иеррационально, у него есть шанс локально выиграть его в этой равновесной стратегии. Если его не просчитали, что… Локально, но не в среднем. А в вас, извините, просчитали? В среднем нет. То есть в среднем не получится, а иногда да. Вы победите в определенный парадокс. А он здесь и так, он здесь… Он здесь есть, но дело в том, что в среднем он не выиграет. То есть если у него в голове и другие представления о теории вероятности, и, например, он совершенно убежден, что один на кубике в половине случаев искативает, вот просто убежден и все, то тогда с его точки зрения он будет действовать правильно и рационально, если он рассчитывает на эту вероятность. Да, и своих… Тут же не только стратегия. Человек, употребляя стратегию, редко говорит, что я веду себя нерационально, но я буду себя так вести. Это уже мы философствуем, но все равно это интересно. Человек говорит, я веду себя рационально, потому что на самом деле шансы вот у этой ситуации очень велики. А, ну, вроде вся математика предыдущего человечества говорит, что они здесь малы. А он говорит, плевать на предыдущее человечество. Лично для меня они велики. Вот я, например, постоянно ломаю компьютеры всюду, кассовые аппараты и так далее. Должен ли я считать опыт предыдущего человечества, что это происходит редко? Или закладываться на это? Я закладываюсь. Слишком часто я их ломаю. Вот он, типичный пример. Но это, конечно, нерационально. Рационально было бы использовать весь предыдущий опыт человечества и сказать, что это все ерунда. Вот. Так, еще где-то была рука. Или она отпала, потому что предыдущий вопрос был задан. Идея именно в том, что в поиске симметричного равновесия мы определяем, как будет играть человек, если верит в то, что мы с ним играем одинаково, и если я верю в то, что мы с ним играем одинаково, и он верит в то, что я верю в то, что мы с ним играем одинаково, а также 4, 5, 6 и так далее вот этих вот уровней рефлексии, все равно надо вот до бесконечности их все учитывать. То есть каждый верит, что тот верит, что этот верит, что тот верит, что мы играем одинаково. И дальше вот я могу повторить эту цепочку сколько угодно раз. И именно на бесконечном повторении возникает та самая концепция симметричного равновесия, которую я вот и рассказал. Просто я верю, что у него такая стратегия, и если порог там будет 5 седьмых, то это единственный порог, который совместим с порогом 5 седьмых, как правильным на него ответом. То есть если здесь будет порог выше, то у меня здесь будет порог ниже, я скажу нет, братцы. На порог ниже, оптимальный ответ порог еще ниже, да? Ну в общем-то надо смотреть, может быть даже есть несимметричные равновесия. И в них поведение какое? Там он наглый, он бык. Он быкует. В ответ я должен пасовать и, к сожалению, в ответ на мои пасы он как раз и должен быковать, да? И это несимметричное, но равновесие. Это возможно. Но если мы ищем… Это я просто… Здесь я сейчас не проверял в этой игре, это можно попробовать проверить. Бывает такая ситуация, да. Бывает, что равновесии много разных. Некоторые несимметричные, некоторые симметричные. Но вот в данном случае мы искали только симметричное равновесие. Мы искали такой порог, что в ответ на него будет тот же самый порог, как оптимальная стратегия поведение. Ага. Решение они в один момент принимаются или один? Да, одновременно. Они не видят друг друга. Это строго-строго одновременно игра. Так. Да? Пытались ли вы реконструировали стратегии на EVM? Нет, никогда. Никогда не пробовал. Я с EVM не очень дружу, если честно. Так. Еще вопросы? Но на самом деле у меня есть еще один сюжет для закрепления материала про динамический покер. Ну, как бы, да, понятно, что они постепенно сдувают, но зато им по кайфу поиграть. Красиво избавиться от денег, а не просто. Вот. Но это как бы артефакт всей ситуации, естественно. Ну, хорошо, давайте тогда разберем еще один сюжет, в котором тоже будет открытый вопрос в начале. Мы не будем сразу иметь аппарата ответить на него, и сюжет уже более сложный, он динамический будет. называется простейший покер. Покер был тюремный, теперь простейший. Что такое простейший покер? Это есть два игрока, условно, Маша и Ваня. Маша берет карты в руки. Ваня не берет ничего. Ваня только угадывает, пытается угадать, что у Маши. Маша же берет обычную колоду карт, то есть от шести до туза. Тридцать шесть карт. Обычную колоду для игры в дурака. И вытягивает оттуда одну карту. Эта карта благоприятная или нет? Вот это, по-моему, будет не стираться. Значит, валет, дама, король, туз благоприятный. В точном смысле, который я еще объясню чуть позже. Остальные с шестерки по десятку нет. Плохие, неблагоприятные неблагоприятные для Маши. Теперь смотрите, что происходит. Она берет карту, смотрит, поняла, значит, что у нее. Ваня ничего не знает. Дальше в начале игры они оба тоже по тысяче рублей кладут. Это еще до всего. Но после того, как Маша взяла карту, у нее два варианта. Первый сразу открыть. И тогда в этом случае она получает выигрыш, а в этом случае она проигрывает. либо она говорит плюс один. А Ваня ничего не знает, он вслепую либо говорит плюс один, либо говорит пас. То есть, тут уже динамика четкая, тут строгая последовательность их ходов. В начале Маша берет карту. Нет, в начале они кладут по тысяче рублей. Дальше Маша выуживает карту и смотрит на нее. Дальше она решает либо сразу открыть карту и тогда будет разыграно вот это вот две тысячи, то есть, кто-то из них проиграет второму игроку тысячу рублей и все. Либо а давайте может окно откроем где-нибудь или уже открыли и этого очень ну ладно, тогда не будем никого замораживать. Вот, значит, либо, соответственно, она говорит оммммм, докладываю тысячу рублей. Тогда ход Вани, он смотрит честные Машины глаза. В Ване никаких карт нет, он просто пытается угадать, она блефует или нет. И если он говорит пас, то Маша эту карту больше никому не показывает, просто забирает у него тысячу рублей и все. Поэтому, если она была неблагоприятная, это проблема Вани, а не Маши в данный момент, если Ваня спасовал, то это его проблемы, что он, значит, не смог выиграть на этой плохой карте. Но если Ваня говорит, принимаю ставки, он поднимает тогда, тоже кладет еще тысячу рублей, уже на кону по две тысячи, и тогда карта сразу же открывается. И опять то же самое. если карта была благоприятной, то выигрывает Маша две тысячи рублей, а не одну. А если карта была неблагоприятной, то выигрывает уже Ваня и уже две тысячи, а не одну. Вот такая игра. Теперь каждый из вас подумает в течение нескольких секунд или полминуты и поднимет руку. Сейчас я спрошу, задам такой вопрос. Подумайте полминуты прежде чем отвечать. За кого здесь лучше играть? Понятно, что на одних весах информация, на других то, что благоприятных карт меньше. То есть есть шанс выиграть и на плохой, карте за счет того, что с блефом. Но хороших карт меньше, чем плохих. Поэтому непонятна ситуация. С одной стороны на стороне Маши этот шанс выиграть при плохой карте, а с другой стороны на стороне Вани шанс, что плохих карт с точки зрения Маши больше, чем хороших. То есть с точки зрения Вани наоборот. Так, ну что, кто готов, кто скорее за Машу будет играть такую игру? Нет, нужно обязательно играть. Так, а кто за Ваню? Опускайте руку, кто за Ваню? Отлично. Вот это примерно так всегда и бывает. Примерно пополам. Непонятно. На входе это совершенно непонятно. Интуиция нам ничего не подсказывает. Реально совершенно нельзя сразу вот это понять. Нужно сесть и играть там раз в 200. Но теперь видите, вот часть народу считает, что выгоднее за Машу, часть за Ваню. Я всегда говорю, так вы вместе встречайтесь и играйте. Каждый играет за ту сторону, за которую считает выгодным. А дальше постепенно, даже как с этим тюремным покером, да, тоже они как бы, ну вот, можно было бы предлагать, но они-то как бы, они не должны были в проигрыше оставаться. А в данном случае, соответственно, вот у нас есть две стороны. Каждая считает, эти считают, что за Машу надо играть. Прекрасно, пусть садятся играют за Машу. Эти считают, что за Ваню. Прекрасно, все, можно спарринг-партнеры, все, вперед. Ну, давайте мы не будем этим заниматься, а решим задачу точно, абсолютно точно. Так, мне на это, минут 20 у меня есть еще, да? Как раз. Так, значит, как это делают теоретики игровики? Они рисуют так называемое дерево игры. Как оно развивается? Вот это уже динамическая игра, это более сложная штука, чем то, что мы до этого разбирали. О, откуда-то подуло, слава богу. Спасибо. Итак, вот здесь, вот, ну, как бы они по тысяче положили уже, это как бы в любом случае, поэтому здесь нет никакого разветвления. А вот дальше ходит природа. Что делает природа? Она подсовывает Маше с вероятностью 4 девятых плохую карту, хорошую карту и с вероятностью 5 девятых плохую. Ну, понятно, что именно такие вероятности будут в каждой масте 4 хороших карты и 5 плохих. Значит, соответственно, Маша, у которой на руках хорошая карта, это вот эта точка дерева. Маша, у которой на руках плохая карта, это вот эта точка дерева. и теория игр считается, что это просто две разных вершины и дальше как бы игра развивается, может развиваться по-разному. То есть Маша с хорошей картой одно решение принимает, а с плохой другое. Значит, в каждом случае она либо пасует, ну, иными словами открыть, ну, давайте напишем открыть, открывает, открыть, открыть, или доложить тысячу рублей. Если она открывает хорошую карту, то выигрыши один минус один, то есть Маша выигрывает, Ваня проигрывает. Вот это вот вершина Маши, это тоже вершина Маши, это выигрыш Маши, это выигрыш Вани. А здесь наоборот, вот она сразу проиграла тысячу рублей, открыв плохую карту. Взяла так, блин, ой, я уже показал это на лице. Ну, все, пропадай. Значит, открыла, все, Маша проиграла, Ваня выиграл. Но здесь она сохранила покерфейс, вот здесь она сохранила покерфейс, а здесь просто подняла и положила еще тысячу рублей. Ходит Ваня, смотрите, что я с ним делаю. Я его заключаю в такую коробку. Почему? Да, потому что он не знает, где он, здесь или здесь. И его поведение не может зависеть от того, он здесь или здесь. Тут должны быть одинаковые шансы, если он смешанной стратегией будет играть. А мы сейчас увидим, что иначе не будет равновесия никогда. Будет только смешанная стратегия. Но он не может, например, здесь решить в двух третях случаях принимать ставку, а здесь в одной третий случаев принимать ставку. Он не может это сделать просто технически, потому что он видит лишь Машу с закрытой от него картой. Маша положила тысячу рублей, он карту не видит, для него эти точки сливаются. Он единственное может пытаться угадать, с какими шансами он здесь и здесь, но это будет часть уже равновесной стратегии. Сейчас мы как бы будем это изучать. Но тут и тут должны быть одинаковые шансы. Если он решает в половине случаев например докладывать, значит и здесь и здесь написано вот здесь одна вторая и здесь тоже одна вторая. Но это мы совершенно не обязаны предполагать. На самом деле произвольные какие-то вот здесь пусть x будет x 1 минус x здесь у Маши y 1 минус y а у Маши здесь может быть z и 1 минус z. Чувствуете разницу, да? Маша может использовать разные стратегии вверху и внизу, потому что Маша знает какая у нее карта. Для Маши это две совершенно разные позиции. Тут она сидит с вальтом, а тут она сидит с девяткой. Почему бы не предположить, ну естественно она здесь будет одну вероятность использовать, здесь другую, в принципе априори это совершенно нормально. Но Валя не знает, поэтому здесь одно и то же. Ну а теперь осталось какие варианты здесь вот, когда он, вот это пас, пас, да? Это Ваня пас. И вот в случае если Ваня пас, Маша просто выигрывает единицу и все. То есть если Ваня пас, то независимо от того, вверху или внизу ситуация разыгрывается, Маша выигрывает тысячу рублей. Вот здесь она блефанула, он пасанул, ура, на плохой карте она выиграла тысячу. А вот если он доложил, то здесь он проиграл две тысячи, а здесь две тысячи выиграл. Потому что плохую карту он вынудил Машу открыть, Маша проиграла две тысячи рублей. А если он вынудил ее открыть хорошую карту, то извини, подвинься, он проиграл две тысячи, Маша выиграла. Первое замечание должно быть касательно действия здесь. Кто сразу скажет? Всегда, докладывать. Потому что вы сравниваете тысячу рублей с какой-то лотереей между тысячей и двумя. Ну ясно, что любая лотерея с тысячей и двумя лучше, поэтому вот этой опции вообще нет, ее можно стереть. Ясно, что Маша, находящаяся в ситуации мне выпала классная карта, она всегда продолжает игру. Поэтому на самом деле вот здесь как бы в теории игр мы бы сделали так. Мы бы стерли вот это все и сразу упростили бы игру, написав, что природа делает выбор между тем, чтобы сразу отправить игру с вероятностью четыре девятых сюда. Потому что в этом случае Маша все равно доложит. Либо дать Маше шанс, либо блефануть, либо не блефануть. Если она блефанула, Ваня не может отличить вот эту ситуацию от этой. Ну а теперь смотрите, нам нужно посчитать х и у. Из каких соображений? Да, чтобы было все равно. Чтобы вот здесь здесь Ваня сразу проигрывает тысячу, да? Вот, если он пас, он проиграл тысячу. Значит, ход направо ему должен давать в среднем проигрыш тысячи. Здесь я сталкиваюсь с одной проблемкой. Я не могу понять, с какими шансами я здесь и здесь пока. вот предположим, что у меня есть информация об этих шансах, обозначим их за дельта. Вот здесь дельта, здесь один минус дельта. Тогда и понятно, что я буду делать. Я напишу, так, минус один это я проиграл, если я сдался, говорит Ваня. Но если я принимаю бой, то я проигрываю два с вероятностью дельта и выигрываю два с вероятностью один минус дельта, где дельта это моя личная субъективная оценка, что Маша действительно имеет хорошую карту, а не блефует. Здесь мы опять переходим к тому моменту, который мы уже обсуждали. Ой, с молодым человеком, который здесь сидел раньше. Вот. Обсуждали мы то, что человек может иметь какие угодно субъективные оценки, но рациональным игроком он называется только в том случае, если субъективные оценки продиктованы математическими формулами, правда, если они выведены строго. То есть, если тут какой-то параноидальный Ваня, он говорит, Маша, знаю я этих баб, я их знаю, они всегда блефуют и говорит, мы здесь, всегда, она блефует, если я здесь, она здесь. но это параноидальный Ваня, он не имеет отношения. Вопрос, да? Да, вопрос. Почему мы считаем, что когда вы не закладываете карту, при хорошей карте будет здесь больше, но когда у нее плохая карта, она не будет за вас, чтобы не выиграть, чтобы не поиграть еще больше? Ну, тут два вопроса заложено. Насчет второго мы сейчас будем разбираться. Почему при плохой карте она делает, это пока еще, на самом деле, просто я обозначил за Y, может Y равно нулю, может единице. Здесь пока мы не разбирались. Я лишь объяснил, почему вот здесь она точно будет докладывать. Потому что здесь либо 1000, либо смеси с 1000 и двух. Понятно, что шанс на 2000 при отсутствии риска, он лучше. Поэтому пока я только это объяснил, это я еще не объяснил, это сейчас чуть позже. Но вот что я хочу сказать, что если, или наоборот, Ваня параноидальный, но наоборот, он считает, да что девчонки, они же все такие простенькие, да, такие чистой душой. Если у него плохая карта, она, конечно, сразу сбросит, да? Машенька из фильма, да, какая-нибудь. Ну, значит, он точно здесь, да, он так считает. Но это опять, это нерациональное поведение. Можно пытаться считать равновесие с учетом, что ваши игроки идут нерационально, но поверьте мне на слово, вот хуже работы вообще не существует на свете. То есть, как бы, мы умеем в теории игр только считать поведение нормальных рациональных людей. Как только у нас такой вот чувак из леса с бородой, то уже мы ничего не умеем вообще делать, по правде говоря. Вот, поэтому ограничиваясь вот этим случаем, когда мы умеем, давайте попробуем понять, с чем связана дельта. Ответ очень простой. Дельта связана с игреком по правилу Байеса. Все, только так. Что такое игрек? Это какой процент случаев, когда у Маши плохая карта, и она блефует. тогда что получается? Сюда я попадаю с априорной вероятностью 4 девятых наверх, а вниз я попадаю с априорной вероятностью 5 девятых, умноженной на у. ну, потому что именно в этом проценте случаев Маша, получив плохую карту, блефует, а не сдается. То есть, если я знаю, что Маша готова рискнуть в одном десятом всего лишь 10% шансах, то тогда внизу действительно у меня маленькие шансы оказаться. 5 девятых на эту одну десятую по сравнению с 4 девятых, да? Но если Маша почти всегда продолжает игру, то, соответственно, здесь большие шансы. Но мы не можем просто взять и положить тоже Е и Y. Этот Y тоже должен быть как-то связан с какими-то другими решениями других людей, правда? То есть, как бы, мы сейчас будем его вычислять. Но пока я просто показываю, как через, вот как дельта должна зависеть от Y. А вот так. Вот это отношение должно быть равно дельта делить на 1 минус дельта. И это всем вам известное правило Байеса. То есть, математическая формулировка того, как он должен считать, с какими шансами он здесь и здесь, и, соответственно, что он должен использовать в этой формуле смешивающей, она должна быть связана с ходами Маши вот здесь. Ровно по Байесу. 9 сокращается, остается очень простое уравнение. 4 на 1 минус дельта равно 5Y дельта. И из этого уравнения должно быть найдено дельта. Но мы еще не знаем Y. Как же так? Мы не знаем Y, а уже ищем дельту. Дельту. Не знаем дельту, не знаем Y. Но зато мы знаем вот это. На самом деле, дельту-то мы знаем. Это мы Y не знаем. Смотрите, как интересно. Дельта. Но вы мне скажете, а почему вообще должно быть равенство выигрышей? А вдруг какая-то стратегия приводит ему всегда больше выигрышей, чем другая? Вдруг есть равновесие, в котором он всегда одинаково себя ведет. Например, всегда принимает вызов Маше. Давайте покажем, что таких равновесий не бывает. То есть не бывает равновесий, отвечая на ваш вопрос. Не бывает равновесий, где Маша всегда блефует. Не бывает равновесий, где Маша всегда бросает карту на стол. Не бывает равновесий, где Ваня всегда принимает Машин блеф. Ну, в смысле, открывает. Не бывает равновесий, где он всегда пасует. Действительно, смотрите, что происходит. Мы сейчас опять войдем в цикл, вот такой как бы порочный цикл, который уже был у нас в первой игре. Предположим, что Маша всегда открывает карту, если она плохая. Такая Машенька из сказки, да? Добрая Машенька. Пойди отнеси пирожки своей бабушке, да? А там серый волк. Вот такая Маша. Она здесь всегда пасует. Но тогда, если Ване достался ход, что это значит? Значит, он вот здесь, правда? Если Маша всегда пасует, то Ваня, которому перешел ход, это Ваня, к которому перешла Маша, у которой была бы хорошая карта. Плохая сюда не идет, она пасует. Значит, он здесь. Тогда что он должен делать? Всегда пасовать. Значит, если Маша в равновесии всегда пасует, то Ваня в равновесии тоже всегда пасует, что вполне естественно. Он ждет от нее честной игры, значит, продолжение игры только с хорошей ее картой, а тогда мне надо пасовать. Но если Маша выясняет, что он всегда пасует, она же, она всегда будет блефовать. Потому что, смотрите, если он всегда пасует, то здесь меня ждет тысяча рублей, зачем же мне терять эту тысячу рублей? Я обману его и получу тысячу рублей с него. То есть, если Маша всегда пасует, то Ваня тоже всегда пасует. Но тогда Маше выгодно не пасовать, а наоборот. Причем всегда. Противоречие. А если Маша всегда сюда ходит? Да, потому что шансы становятся 4 к 5, если она всегда сюда ходит. Пересчет по Байсу уже без всякого Y будет, что здесь 4 из 9, а здесь 5 из 9. И очень легко понять, что по этой формуле в этом случае надо продолжать игру. То есть, если она всегда, если она такая оторва, она всегда докладывает тысячу, тогда у Вани шансы даже будут выше нуля в результате этого выражения будет, а слева потерять тысячу. То есть, зачем ему терять тысячу? Надо произвести, так сказать, надо рискнуть, шанс 4 к 5, шанс отличный, рискнули, получили. Значит, тогда Ваня никогда не будет пасовать, но тогда, если Ваня никогда не пасует, то Маша, как она может поднимать ставку, как она может блефовать? Она же ждет, что он всегда примет, а значит, она проиграет 2 или проиграет 1. Лучше же проиграть 1. Значит, это тоже противоречие. Ну и аналогично через Ваню можно показать, если он всегда пасует, но мы уже фактически через это провели. То есть, возникает такой цикл, да? Если она пасует, он должен поднимать, если она поднимает, она, то есть, наоборот, если она пасует, он должен пасовать, если он пасует, она должна поднимать, если он поднимает, она должна поднимать, если он поднимает, я запутался. Еще раз, я заговорился, еще раз. Значит, если она всегда пасует, то он тоже должен всегда пасовать. Это рациональный ответ на ее стратегию. В этом случае рациональным ответом на то, что он всегда пасует, будет, что она поднимает. Но если он поднимает, рациональным ответом Ваня будет поднимать. А если он поднимает, то рациональным ответом Маша будет пасовать. Мы пришли к порочному циклу. Значит, ни то, ни другое не будет, и значит, будет иногда открывать, а иногда… Ну что, в общем, естественно, кто играл в покер, знает, что не бывает людей, которые… Ну, в покере не остаются люди, которые всегда брифуют, да? И не остаются люди, которые никогда не брифуют. Их тех, и других обыгрывают постепенно. Остаются только те, кто блефует иногда. Что здесь и говорится. Ну а тогда возникает следующий аргумент. Во-первых, мы знаем дельта уже. Какая дельта? Что там у нас получается? Кто в уме силен считать? Три четверти. Такие уравнения в теории игр надо быстро решать в уме линейные уравнения. Это сильно сокращает путь. Он должен считать, что нахождение Маши в состоянии хорошая карта, и соответственно подняла, должно быть втрое более вероятным, чем нахождение Маши в состоянии получила плохую карту и блефанула. Но тогда мы тут же высчитываем и у. Если дельта равно три четверти, тогда четырежды одна четверть равно пять у на три четверти. Итого тут единица. у равно четыре пятнадцатых. Вот уже еще даже ничего не понимая до конца, мы уже знаем, что на самом деле Маша ровно в четырех из пятнадцати случаев в среднем поднимает ставки, а в одиннадцати из пятнадцати она падает. Именно тогда он будет пересчитывать шансы как три к одному, и тогда ему будет все равно делать так или так. А если ему будет все равно делать так или так, то тогда вопрос, как я найду последнюю неизвестную мне величину х? Из какого соображения? Ему да, и он готов согласиться на любое х. А вот кому-то здесь не все равно может быть. Кому? Маше. Если х велико, то Маша падает. Если х мало, она листует. Значит х должно быть ровно таким, чтобы ей было все равно. Опять тот же аргумент в лотерее. То есть х диктуется тем, что Маша все равно. Почему Маша все равно? Потому что мы видим, что у нее шансы не ноль и не один. Если не ноль и не один, значит она использует обе свои стратегии, а значит должны приносить ей одинаковый выигрыш. Значит мы знаем х. А именно, если она тут ложится, пас, то тогда она должна получить то же самое, как если она докладывает тысячу. То есть если она бросает карту на стол, она теряет единицу. Если она продолжает игру с вероятностью х, она теряет двойку, а с вероятностью 1 минус х приобретает единицу. Получается простое линейное уравнение, которое имеет ответ. Х равно... Кто быстр в уме? 2 трети, короче. Это уравнение имеет решение 2 трети. То есть Маша готова себя вести так, что иногда брифовать, иногда нет, только при одном значении х, а именно при значении 2 трети. То есть Ваня должен в 2 третях случаях на самом деле принимать блеф. Ну или не блеф, если он здесь. То есть если он видит Машу, которая доложила тысячу рублей, то в 2 третях случаях он должен говорить, хорошо, я тоже доложу тысячу рублей. Вот теперь у нас все готово, чтобы понять, кем лучше быть, Маша или Ваня, и на этом завершить. Все готово. Итак, вся игра обсчитана. С вероятностью 4 девятых у нас получается Маша с хорошей картой. С вероятностью 5 девятых Маша с плохой. Вот в этом случае уже ясно, что выигрыш Маши район минус 1. Ничего считать не надо, потому что если у нее плохая карта, то она ее... Мы уже сами только что считали, что ей должно быть все равно бросать ее или не бросать. А значит во всех случаях она получает 1. Но здесь это неверно. Здесь у нее, смотрите какая, она всегда поднимает. И дальше с вероятностью 2 трети она выигрывает не 1, а 2. Потому что он не знает, она блефует, не блефует, да? И в 2 третях случаях он принимает этот. А в 1 трети она выигрывает эту самую единицу. Осталось лишь выяснить, какого знака вот это выражение. И будет ответ. В этой игре окончательный ответ. То есть с вероятностью 4 девятых она получила хорошую карту. Тогда дополнительно с вероятностью 2 трети она выиграла 2 тысячи рублей вместо 1. А с вероятностью 1 треть он бросил, он спасал, и она выиграла 1 тысячу. С вероятностью 5 девятых она получила плохую карту. Тогда она просто проиграла тысячи рублей. Независимо от того, как она дальше идет. Осталось только это посчитать. 4 девятых умножить на что такое? На 5 третьих. Минус 5 девятых. Кто быстро считает? 5 двадцать седьмых. Со знаком плюс. Был бы красный фломастер, прям записал бы. Плюс 5 двадцать седьмых. Не так мало, между прочим, если сравнивать с тюремным покером. Информация здесь важнее, чем то, что плохие карты встречаются немножко чаще. Она его очень сильно вот здесь вот нагревает при хорошей карте за счет того, что он принимает блеф часто. А это все уже только из равновесия. Мы не могли это никак. Изначально это нельзя было понять. Просто очень много раз сыграв, это можно было. Да, это самое. Где-то у меня была лекция в каком-то городе. Я разбирал этот сюжет, и в углу стоял человек, который еще до лекции подошел ко мне и сказал, Алексей Владимирович, я не знаю, кто вы такой. Тут случайно увидел, я искал там варианты, связанные с игорными домами, и мне почему-то подсказали ваши лекции. Ну, короче, говорит, я профессиональный игрок в покер. Я посижу, просто посмотрю, если можно. Я говорю, не только можно, а нужно. Я с вас потом комментарий потребую. Вот. Ну, и он, значит, сказал, что реальный покер гораздо сложнее, но то, что это несомненно, что там за многие игры вырисовываются частоты вот эти, с какими частотами, кто падает и не падает, это совершенно он подтвердил. То есть совершенно несомненно. То есть, ну, реальный покер, вы понимаете, что такое? Там этих раскладов дофига, да, и у обоих на руках. Если кто хочет реальный покер, математические модели тоже есть. Кен Бинмар. Называется Fun and Games книга. Последняя глава посвящена покеру. Глава 12. Bluffing it out называется. Вообще книга очень классная, хоть и по-английски написана. Она очень прикольная. Весьма рекомендую ее для начального ознакомления с теорией игр. Вот. Значит, наверное, стоит сказать, что что-нибудь про учебники, да? Значит, есть учебник Алексея Владимировича Захарова «Теория игр в общественных науках». Это мой коллега и друг. Я ее научный редактор этой книги. Она в высшей школе экономики вышла. Есть книга Колесника, Георгий Колесник, «Теория игр» или «Введение в теорию игр». Там я тоже научный редактор. Не там, не там я не вычитывал задачи, только сам текст. Я сам уже 15 лет с друзьями пытаюсь писать книгу, но чем больше авторов, тем медленнее она пишется. Поэтому вас я приглашаю на свой курс openedu.ru. Это фистеховский отсек национальной платформы открытого образования. И там «Теория игр» в сюжетах называется. 55 типа или 57 сюжетов «Теория игр» по 10 минут в моем исполнении. Вот. То есть она не на моем канале, она на просторах интернета. Вот. Ну вообще, как бы, чтобы завершить на мажорной ноте, есть сайт с вот таким названием, где много сотен лекций. Ну там, не знаю, около тысячи уже. Ну ладно, сейчас я расскажу подробнее про наши ресурсы. Я сейчас выпишу два главных ресурса. Вот. Да. Да, за лучший вопрос, да? И за лучший вопрос есть книга. Вечером будет больше книг гораздо. Сейчас пока одна. А, ну как вечером? Нет, еще будут розданы учителям на этом самом, на следующем. Так. Значит, это канал. Ну а здесь, наверное, кто-нибудь спросит, а при каком соотношении хороших и плохих карт игра становится абсолютно честной? Мы задачу такую решили со студентами. Ответ 3 восьмых. То есть надо взять проферансную колоду, объявить хорошими карты туз, король и дама, а плохими валет 10, 9, 8, 7. И тогда абсолютно все равно, кем быть Машей или Ваней, окончательное вычисление вот здесь дает чистый 0. То есть после решения соответствующей задачи получается, что все равно. Да? На пару бежите, да? Ну вот сюда записываете это. Ну типа того, да, очень много. Ну типа того, да, очень много. Но в таких играх это все неважно, если мы посчитали равновесие хоть один раз играть. И потом второй вопрос здесь не подходит, я подаю вас в праздник на правду открытие математики. Да. Так, ну что, так как все разбегаются на пары, призываю вас идти сюда. Здесь есть 100 уроков математики, для кого еще кому не поздно. А также книга «Математика для гуманитариев» вот эта, она здесь бесплатно скачивается. Спокойно. И принты вот этой майки тоже там бесплатно скачиваются. Там вообще много всего. Еще есть Инстаграм, Фейсбук. В общем, большая интернет-империя. Но на канал особенно всех призываю. Но там есть... Мы канал без рекламы ведем. Иногда забываем выключить рекламу. Через некоторое время обнаруживаем, что некоторые видео...